Вертолеты Ми-2 и Ми-8 выполняют в небе фигуру высшего пилотажа. Россия чтит элиту вооруженных сил, воздушно-десантные войска. Город встречает вахту героев Отечества, возглавил торжества командующей ВДВ России Владимир Шаманов. Самара принимает столь почетный десант, не случайно, именно в Куйбышеве в военные годы было открыто первое в стране парашютно-десантное училище, которое сыграло вдающуюся роль и в боях Великой Отечественной войны и в становлении крылатой гвардии страны. Этому празднику и здесь, на Самарской земле, именно придается такое значение. Приказ министра обороны, говорят, подтверждает тоже то, что основной праздник сегодня проводится здесь. И я могу даже назвать главную причину. Наверное, многие самарцы знают, десантники знают. Первое военно-десантное училище в стране было создано в городе Самаре еще до Великой Отечественной войны на Красной Глинке. Эти войска, вы всегда стояли на самом передовом рубеже, и вы всегда были опорой государства. Самара сегодня стала центром праздника 86-й годовщины воздушно-десантных войск России. И я выражаю признательность прежде всего вот здесь ребятам и зрелым мужчинам в Тельняшках, кто в разные периоды служил и создавал славу наших непобедимых, замечательных войск, проходя службу в ВДВ и в спецназе. Слава ВДВ! Никто проведал! Нагрудный знак Кулбышев «Запасная столица» вручается Герою России Владимиру Шаманову. Праздничные мероприятия в Самаре проходят весь день. Утром ветераны ВДВ и военнослужащие возложили цветы к памятнику воинам, погибшим в локальных конфликтах. Региональному отделению вручен вымпел вахты героев. 20 человек, самых выдающихся десантников страны, награжденных золотой звездой Героя Советского Союза и Героя России, сегодня приветствуют самарцев. В ответ по желанию оставаться в строю и обеспечивать обороноспособность страны. Зарекомендовав себя как одно из самых надежных подразделений, на протяжении почти векового срока братство крылатой пехоты ни разу не подвело своего высокого звания. Сегодня голубые береты являются символом мужества, стойкости, справедливости и огромной любви к родине. Еще одним центром торжеств стала Площадь Славы. У мемориала Вечного Огня митинг и награждение командующий ВДВ вручил медали за службу и верность Отечеству. Среди награжденных и участник Великой Отечественной войны Иван Тиньков, и ветераны ВДВ, и новое поколение десантников. А в числе участников митинга отряд Самарского регионального отделения Всероссийского военно-патриотического движения Юнармия, созданного по распоряжению министра обороны страны. Это элита и сегодня у них есть на кого равняться. Мы являемся резервом верховного главнокомандующего. Это было всегда. Но в разные периоды история нашей страны, роль воздушно-десантных войск, она была разная. Почему? Приходилось выполнять различные задачи. Во время Великой Отечественной войны некоторые наши соединения и части были переименованы в стрелковые. Воевали как стрелковые части. Вот здесь, на Волге, Сталинград защищали десантники. Текущие вопросы командующий ВДВ обсудил уже на встрече с главой региона. Одной из тем стала ситуация в поселке Рощинский. В военном городке скопилось масса коммунальных проблем. А все из-за того, что не решен вопрос ведомственной ответственности за территорию. В ближайшее время специальная комиссия Минобороны должна полностью решить этот вопрос. Олег Зверев, Максим Гусев, События.